Говори по-русски, хочешь говори по-гагаузски, говори хоть по-английски, но не падай на колени. Хоть по-болгарски говори, хоть по-турецки, но живи по-людски. Пётр Чеботарь, гагаузский поэт и филолог, отметил свой юбилей. Ему исполнилось 55 лет. В его честь в родном селе Гайдары в Доме культуры прошел творческий вечер. Всего лишь мечтал, чтобы издать свои произведения. Я не могу сказать, что их у меня много на гагаузском языке. Достаточно скромно по объему, по количеству, но то, что идет из души, оно должно быть опубликовано и должен быть читатель любых стихов, рассказов. И когда мне удалось таки издать, ну, в нескольких таких книжках, мне стало на душе просто комфортно и приятно от самого факта. С рассказами и стихами гагаузского поэта в селе знакомы от мала до велика. Дети с нетерпением, ожидая приход юбиляра, охотно знакомили с его творчеством всех желающих. Ветер здесь холодный, солнце светит ярко. Кругом зеленые долины, вот он наш боджак. В день чествования Петр Чеботарь представил общественности и еще одну книгу, которая называется «Село Гайдары». В своем новом труде он систематизировал исторические факты возникновения и становления села Гайдар. Книга вышла в свет при содействии местной примарии. Мы на храм села издали книгу о селе Гайдар. Ну, естественно, куда мне пришлось первым обращаться, это естественно нашему земляку Петру Чеботарь, который с большим удовольствием сказал «да», и я помогу, и он сделал, и он сдержал свое слово. И на храм села у нас эта книга была упущена. Несмотря на то, что писатель 30 лет назад уехал из села, о нем тепло вспоминают его друзья и учителя. Он был у меня в классе. Я преподавала русский язык и литературу, и я сразу видела, что это самый грамотный парень. За партой сидит. Хороший, ухоженный, послушный был, приятный очень. Семья простая. Я думаю, что в его судьбе сыграл большую роль дедушка Афнас Иванович. Он такой был, память у него хорошая была, много исторических таких моментов он ему рассказывал. И даже вот эта песня «Диадун Теркису» – это его рассказы там, и он на эту тему уже создал. Петр Чеботарь родился в селе Гайдары Чедерлунского района 9 октября 1957 года. Известный гагаузский писатель начал творческую жизнь в 1980 году, и в первую его книгу «Джанайя Кынс, что означает «близко к сердцу»» вошли стихи о любви, о родном крае, сказка, навеянная фольклорными мотивами, а также переводы из русской, советской и мировой поэзии. Субтитры создавал DimaTorzok